Ещё два года назад в детскую поликлинику номер 5 на площади Горького нельзя было зайти. Здание 1959 года постройки было аварийным и непригодным для посещения пациентов и работы медперсонала. Теперь учреждение не узнать. Капитальный ремонт полностью завершён. Снаружи сохранился исторический облик здания в стиле сталинского ампира. Внутри теперь современная поликлиника. Поликлиника ремонтировалась по бережливым технологиям. Это открытая регистратура, картохранилище, отдельно выделенный колл-центр, отдельный вход для больных детей. Реконструкция коснулась только внутренняя часть здания. Здесь проведена замена инженерных сетей, водоснабжения, электросетей. Здесь выполнены новые перегородки. Полностью перекрытие крыши заменено. На время ремонта врачи работали в 7-й поликлинике на улице Пушкарёва. Теперь попасть на приём к педиатру можно недалеко от дома. Принимают также невролог и психиатр. Работают массажный и физкабинет. Кабинет по забору анализов и отделение неотложной помощи. Чистое, свежее. Побольше стало пространства. Посвежее. Очень довольна, рада, что открыли. Ремонт оценил и глава региона Алексей Русских. Он прошёлся по поликлинике и пообщался с медиками и пациентами. Здравствуйте. Ну как вам новая поликлиника после ремонта? Отличная, замечательная вообще. На ремонт здания из регионального бюджета было потрачено 55 миллионов рублей. Ещё 10 миллионов ушло на закупку мебели и оборудования. Теперь в арсенале медиков новенький дефибриллятор, электрокардиограф и портативный ультразвуковой аппарат. Последний решит проблему детской диспансеризации. Детей смогут обследовать в школах и детских садах. В настоящее время в Ульяновской области практически 90% поликлиники уже доведены до нормативного состояния. Они выглядят примерно как эта поликлиника, а не, так сказать, даже лучше. И в настоящее время разработаны стандарты для амбулаторно-поликлинических учреждений. Стандарты разработаны Министерством здравоохранения Российской Федерации. Вот эта поликлиника соответствует им более чем, можно сказать, на 100%. Ремонт проводили по нацпроекту здравоохранения. Анна Тищенко, Управда ТВ.